Жарсть Каханья – именно так называется новый сборник брестских поэтов, над созданием которого трудились шесть творцов. В нем есть все – влюбленность, полет чувств, гармония, ревность, разочарование и, конечно же, то, что заложено в самом названии – страсть. Тема, которая легла в основу создания книги – вечная, что может быть интереснее любви. Ведь именно это высокое, чистое, прекрасное чувство, которое люди воспевали еще с античных времен, не теряет своей актуальности и сегодня. Тема – Каханья, и требовало из всей спадчины наших поэтов Берастейщины выбрать самые шикованные версии про Каханья. Почему тема – Каханья? Ну, потому что эта тема завсюди интересная каждому человеку. Меня больше ураживает, что начались люди в Бресте, которые ставят этот модный спектакль, или как можно правильно назвать спектакль, по нашим творам. И, напевно, для нас, для союза письменников, в первую очередь, и для глядачу – это подея. И подея в том, что как раз спектакль отбывается на передние дни свята, женочего. Я думаю, что это будет подарено всем нашим женщинам, потому что тема – Каханья, и она актуальна, и она актуальна для всех взрослых. Любить побрески – как здорово звучит, но вдвойне красиво – любить побрески с белорусским колоритом на родном языке. С первого взгляда до последнего вздохом. Понятная простая сюжетная линия, образный язык, оригинальные истории. Издание бресских поэтов «Жарсть Каханья» пропитано любовью и чувствами, вне зависимости от возрастных рамок и границ современного материального мира. Это пополняет нашу духовную жизнь, а также белорусская литература всегда была частью меня. И мне очень нравится читать белорусские стихотворения наших белорусских поэтов. Безусловно, нынешняя молодежь должна читать наших белорусских авторов, поэтов не только города Бреста, но и всей Беларуси, потому что в этих стихах и в рассказах отражается наша история национальных характеров и гордость белорусов. Собравшиеся любители поэтического слова, а это ученики Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова, вокальные группы «Соло» Центра молодежного творчества и просто неравнодушные жители и молодежь областного центра с удовольствием окунулись в мир поэзии и музыки, в мир страсти и любви. Субтитры создавал DimaTorzok